Вот вы знаете, вы упомянули в первой части разговора и Ленинград, и блокаду ленинградскую, вот говорили о том, что у вас бабушка рассказывала. При этом, я насколько понимаю, вы к знаменитому опросу, инициированному тем телеканалам, на котором работает Ксения Анатольевна, относитесь как бы сочувственно и положительно, о том, что надо ли было сдать Ленинград для того, чтобы спасти миллионы людей. Начнем с того, что это был лишь предлог, я в этом убеждена, чтобы закрыть непокорный дождь, сам этот опрос, потому что сам этот опрос, я напомню, проводило Эхо Москвы на площадке дождя. Да, на площадке дождя. На площадке дождя проводило Эхо Москвы. Санкции были приняты не к Эхо Москвы, дай бог им здоровья и удачи, а к Дождю, поэтому одно это говорит о том, что это было предлогом, а во-вторых, это журналистский срез, срез общества, понимаете, проводит же Левада-центр, общественное мнение, проводят опросы, потому что, да, это было, надо было знать время, это нельзя было проводить накануне Дня Победы и вот в эти памятные дни, связанные с блокадой, но узнать, чем дышит публика, чем вообще, какое представление об истории, понимаете, если вы сейчас выйдете на улицу и проведете опрос, какова была роль засадного полка Дмитрия Боброка в Куликовской битве, вам вряд ли кто-нибудь ответит, кроме историков. Свидетелей не осталось. Понимаете? Нет. Я говорю об историческом факте, потому что просто этого не знают. Да, пока, наверное, пока жив хоть один блокадник, это было не своевременно, потому что это задевает их чувства, но, с другой стороны, это был опрос, позволяющий понимать степень знания или, наоборот, невежества молодёжи. И здесь, я думаю, что кто такой Пушкин, не вся молодёжь знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова